здравствуйте уважаемые леди и джентльмены с вами youtube канал боттербин сегодня я расскажу вам историю которая произошла на одном из мостов в японии в то время как монголы захватили или пытались захватить остров цусима но для начала нужно конечно же сыграть на флейте куда же без нее все сбацали теперь смело можно отправляться по своим делам как нам известно здесь мы ходим только по порывам ветра именно он и клубы тумана которые идут вслед за ветром указывают нам на правильное расположение цели нашей миссии так мы можем выяснить где базируется монголы место куда мы едем называется хиоси это недалеко от селения где расположен большой перекидной мост через пропасть там часто ходят путники часто крестьяне пользуются этим мостом нам просто необходимо освободить этот мост насколько я знаю крестьянин который сообщил мне об этом сказал что вроде как даже кто-то из крестьяна и простолюдинов пострадал на этом мосту нам нужно обязательно разобраться с этим и выяснить что же там произошло тут кстати смотрите какой густой лес прямо невозможно нормально на коне передвигаться кажется постоянно что врежешься во что-нибудь очень часто стоят деревья и на огромной скорости нужно применять просто крайнюю концентрацию чтобы не разбиться как обычно подходим по стелсу очень кстати это дело напоминает ассасина вот эти все убийства из тени там нападение так чтобы тебя враг не видел но самурая это вообще не похоже это не самурайская тема они захватили мы бежали к источникам хиоси казалось может безопасен но влащине прятались монголы они начали стрелять снизу кто-то ранен банк сын моего брата его используют как приманку скажи семья отойти от моста я разберусь понятно короче да из диалога мы выяснили что один из крестьян которого зовут банта кстати привет звездные войны у них там тоже банки есть вот банта находится на середине моста по мосту стреляют и использует этого банту как приманку возможно и над ним просто издеваются я точно не знаю мы сейчас будем выяснять так полет орла офигеть вот это движение такой еще ни разу не делал день мы смотрим в глаза с отвагой только трус простите дядя да прости дядя убийство из тени я же говорю что на самура это не похоже он обязательно должен драться в открытую но это как бы люди чести это полная противоположность ассасину ассасин всегда действует из тени так же как и ниндзя но это к самураю вообще никакого отношения не только открытый бой только честь и достоинство какая часть в том чтобы убить человека из тени никакой ну и с другой стороны вот мы сейчас сражаемся с лучниками тут тоже как бы часть особо говорить не приходится почему потому что у лучников нету никаких кинжалов здесь ничего вот кроме лука у них нихрена нету чтоб хоть какой-то кинжал у них был так она может быть было бы не так бесчестно как-то не знаю но у них вообще шансов нету вот в ближнем бою понятно что на дистанции они могут убить запросто там пару выстрелов и все их она в ближнем бою там все они что-то пытаются заряжать там уж если у них нету никаких кинжалов так хоть бы стрелу в руку взяли там пытались как-то проткнуть не нифига вот видите да с дистанции эти тяжело тяжело с ними в этот раз мы с вами снимаем и даже наш самурай возможно даже не сдохнет как в предыдущих роликах где он хотя бы один раз за примерно 15 10 минут видео хотя бы один раз он все всегда загибался но вот смотрите вот опять вот опять отбиваем стрелу сокращаем дистанцию вот раз два взмаха мечом и все без шансов это потому что лучники без доспехов перемещается им нужна скорость и чтобы ничто не сковывало движений во время стрельбы во время извлечения стрелы скалчана поэтому но мы и сами стреляем увидите прямо в бубен попал с одного выстрела ушатал чувачка а вот тут эти уже на дистанции прячутся их будет достать тяжелее потому что во первых стрела на излете меняет траекторию слегка опускаясь вниз это раз и второе чем больше дистанция тем меньше скорость стрелы поэтому это нужно всегда иметь в виду вот даже видите он даже может мой самурай когда стоит спиной к лучнику он даже может если ему стреляют в спину он по звуку и по как бы ощущениям он может легко стрелу отбить ой 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 опасная ситуация опасная видите вот эти твари они могут и убить так надо вычислить просто где они стоят и возможно возможно их даже может придется с дистанции обстреливать может быть не получится к ним вплотную подходить единственное что скоро уже и стрелы подходят к концу тут совсем херня осталось стрел я вот не помню по моему с трупов можно собирать стрелы если вдруг не хватает ах ты ж мать твою да кто там еще остался все 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 на уступе я его просто не увидел он не сдох ну потому что во первых я лук не успел натянуть сильно потому что он уже начал стрелу готовить вот сейчас приходится со слабой на со слабым натяжением лука отпускать стрелы и поэтому они не могут нанести достаточное количество повреждений стрела не проходит в ткани глубоко и наносит незначительный урон поэтому лучники продолжают сражаться о-о-о-о-о на кого-то он отвлекся короче не знаю может он крестьянина хотел убить но конкретно отвлекся так что там что там вот мы кстати можем стойку менять вот эта стойка против мечника а вот эта стойка против бойца со щитом замах делается из-за головы для того чтобы придать большую скорость и силу на нашей катании это позволяет нам нанести увесистый удар который распределяет инерцию и выводит щитоносца из равновесия таким образом вводя его в замешательство и мы можем нанести несколько быстрых ударов пока этот судя по всему заглючил этот короче чел заглючил лучник он что-то или выцеливает кого-то или что видите он что-то отвлекается отвлекается уже давно выстрелим но не стрелять возможно у него закончились стрелы тоже вариант все это конец сейчас надо короче этого мелкого спасти банта его зовут банта все банта убежала так это не ребенок вроде я так присмотрелся по моему это даже не ребенок не жеребенок хорошо будем дальше значит двигаться надеюсь за звонок на телефоне мне за авторские права не прилетит там пару секунд буквально youtube опасен сейчас стал крайне опасен ну что ребята наше приключение подошло к концу это был youtube канал боттербин самурай самураевич самруевский помогал нам сегодня в съемке но я вам говорю подписывайтесь на канал ставьте лайк жмите на колокольчик чтобы не пропустить новые видео и до новых встреч возможно мы встретимся опять самураем еще с кем-нибудь будет время